Без него невозможно представить себе Голливуд. Стивен Сигал сегодня отмечает свой юбилей мастеру Айкидо 70. Он проснулся знаменитым сразу после дебюта в фильме «Над законом». Его супергерой по имени Нико Тоскани крушил врагов налево и направо. Так в 1988-м мир узнал имя Стивен Сигал и его экзотическим японским боевым искусством увлекся. А ведь для успеха ему четверть века нужно было прожить в Японии и 40 лет упорно тренироваться. Высокий рост, метр девяносто три и харизма открыли дорогу в большое кино. Простые советские пацаны так полюбили его непобедимого героя, что все последующие фильмы так и называли, да еще с неправильным ударением «Нико-2», «Нико-3» и так далее. При том, что на больших экранах такое не показывали. Чтобы запретное посмотреть, места надо было знать, и они находили. В лихие девяностое своей мега популярностью голливудские актеры из боевиков были обязаны частным видеосалоном при домах культуры, кинотеатрах и даже столовых. Вот афиша 10 апреля 1991 год. Новинка «Нико-4», перевод Гоблина в главной роли Стивен Сигал. Примечательно, что премьера в США состоится только 12 апреля, через два дня. Но к этому времени фильм успеют посмотреть тысячи и тысячи зрителей здесь. И цена... Сейчас за такое удовольствие рубля не жалко. Пожалуйста. Иди сюда. Для организации такого Голливуда по-советски тогда подходило любое помещение площадью от 5 метров квадратных. Несколько рядов стульев, телевизор, дорогущий и редкий по тем временам видеомагнитофон и, конечно, кассеты с пиратскими копиями. За один день такая точка, как тогда говорили, две соточки срубала. А это, между прочим, месячная зарплата простого советского инженера. Все фильмы – это боевики, так сказать, категории «бэ», то есть достаточно скромные по содержанию. Но гражданин Сигал настолько свирепо всех избивал, ломал руки, ноги, прошибал бошки, что по тем временам просто вызывало оторопь. Вот это да. Сложности в переводе там, ну, в общем-то, никаких нет. Они... Единственное, что они ругаются, естественно. Ты боксер? Ага. Крутой? Достаточно крутой. Да ты чё? А чё ты можешь? Тебе показать? Да. Неудивительно, что в СССР Сигала знали и узнавали гораздо чаще, чем в Европе и даже США. При этом все, кто знает лично безжалостного кино Супермена, говорят, его киношный образ совсем не соответствует ему настоящему. Ещё в 90-х Сигал с головой ушёл в одну из самых мирных религий на планете. Истинный буддист и мухи без причины не обидит. К тому же Сигал – мастер айкидо, а в этом единоборстве, как известно, всё построено на использовании энергии противника против него же самого. Иными словами, враг сам себя калечит, а защищающийся этому просто не мешает. Сейчас у Сигала седьмой дан и собственная школа в России. Это всё, прежде всего, жёсткие бескомпромиссные техники. Каждая техника должна быть применена реально, в реальном бою. Может быть, применена многоударной техники. Мастер-классы по всей стране, семинары, фестивали. За долгие годы Сигал в России вырастил не один десяток тех, кто, может, как он, не хуже. Это его фирменный приём, называется реминаги. Удар делается одновременно в горло, вторая рука под поясницу бьёт. Здесь может быть удар такого плана, удар предплечев жёсткий в кадык, или сейчас мягкая версия, которую мы делаем, вниз-вниз. В конце нулевых Россия в его сердце даже на экране. Для носителей языка забавно, для Голливуда шедевр. Корни Сигала из русскоязычной Евразии. Дед с бабкой по отцу – белорусы из-под Минска. Он из-за этого в гости к Лукашенко приезжал. Кушай на здоровье, это очень полезно. Тогда ты будешь здоровый. Бабушка по матери откуда-то из Бурятии. Один дед носил фамилию Зигельман, её потом сократили до Сигала. Второй дед – то ли калмык, то ли монгол, но это не точно. Сигал колесит по Азии, Монголия, Бурятия, Тува, потом Казахстан. В соседнем Кыргызстане почётный гость открывает игры кочевников. А ещё он рассказывал, что родня у него во Владивостоке, Санкт-Петербурге и где-то на Украине. Большой вояж американского гражданина по огромной территории бывшего Союза растянулся на 10 с лишним лет. Он изучает Байкал, регулярно бывает на Дальнем Востоке и даже мечтает стать губернатором Приморья. Шесть лет назад его искания оформились. Обладатель «Чёрного пояса» стал обладателем своей первой красной книжицы. Мы с вами говорили об этом достаточно давно. Если это произойдёт, то это должно быть абсолютно деполитизировано. Спасибо большое. Клеб Стирхов, Игорь Бекринёв, Александр Зазули и Игорь Курданов. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова